Самоизоляция многим дается нелегко, но есть и те, кто освободившееся время зря не тратит. Новорингойский писатель-фантаст Артем Пасохин заканчивает работу над четвертой книгой. Айти-специалисту легко удается совмещать творчество и работу на удаленке. Как у него это получается, узнаем прямо сейчас. Самоизоляция многим из нас дается нелегко. Переключиться в режим круглые сутки дома – задача зачастую непосильная. Но только не для новорингойского писателя-фантаста. Артем Пасохин внезапные выходные воспринял как шанс быстрее завершить очередную книгу. Уже четвертую в личной коллекции. Айти-специалисту легко удается совмещать творчество и работу на удаленке. Я, кстати, неделю карантина, прошлую неделю, даже не заметил. Ну, 9 дней, если считать выходными. И дистанционно, удаленно мы доступ все равно имели к рабочим компьютерам. И помогали людям, которым срочно сдавать нужно было какую-то документацию. Но подольше спать удавалось. Чуть-чуть где-то утром. Пусть даже с 8-ми, с полдевятого я был на связи, но не вставал в 7 утра. И после обеда мог позволить себе часик, 2-3 посидеть над книгой. Как выяснилось, больше я не могу. Неинтересно, когда ты сидишь 10 часов. Мозг просто перестает получать от этого удовольствия. Глаз замыривается. Но я очень много книг посвятил времени. И не знаю даже, сколько часов. В итоге написано почти 90% чернового варианта исправителей судеб. Так назвал автор свое новое произведение. Это полностью вымышленный фэнтези мир и герои. Артем обещает, что книга будет значительно объемней предыдущих. Почему-то, когда работаешь дома, не так устаешь что ли морально. Потому что, как говорят, стены лечат. Действительно, и лечат, и вдохновляют. Кстати, не только на новые произведения. Не так давно Артем со своими близкими принял участие в литературном челлендже библиотечного центра «Полярная сова» под названием «Маска для читающих». Вы, кстати, также можете поучаствовать. Все условия написаны на странице библиотеки. Отдельно стоит сказать, что всем скучающим дома писатель с радостью подарит электронную копию своей первой книги. Бесплатно ее можно получить, подписавшись на меня в Инстаграме и написать почту в Директ. Могу скинуть лично, мне несложно. Или скачать ее можно также на сайте Reader.ru. Также книга есть и на LITRESS.RU, но за символическую плату. Артем надеется, что читатель обязательно оценит его творчество. Ведь сейчас то самое время, когда можно вдоволь почитать, сравнить, проанализировать. Ну а фэнтези-мир поможет развить фантазию и отвлечься от однообразных будней самоизоляции. Продолжение следует...